Вод государственный флаг Российской Федерации 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 ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА Принимает парад начальник Нижегородского территориального гарнизона генерал-майор Константин Касторнов. ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА Товарищ генерал-майор, войска Нижегородского гарнизона для парадного знаменования 65-й годовщины победы в Великой Отечественной войне, построенный командующим парадом полковник Лоса. ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА Здравствуйте, товарищи! Поздравляем вас с 65-й годовщиной победы в Великой Отечественной войне! ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА В ходе объезда войск принимающий парад поздравляет участников парада в 65-летие победы в Великой Отечественной войне! ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА Здравствуйте, товарищи! ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА Поздравляем вас с 65-й годовщиной победы в Великой Отечественной войне! ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА Поздравляем вас с 65-й годовщиной победы в Великой Отечественной войне! ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА Поздравляем вас с 65-й годовщиной победы в Великой Отечественной войне! ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА Поздравляем вас с 65-й годовщиной победы в Великой Отечественной войне! ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА Здравствуйте, товарищи! ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА Поздравляем вас с 65-й годовщиной победы в Великой Отечественной войне! ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА Поздравляем вас с 65-й годовщиной победы в Великой Отечественной войне! ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА Поздравляем вас с 65-й годовщиной победы в Великой Отечественной войне! ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА 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 Война! Внимание! На наших экранах прямое включение юбилейных торжеств столицы нашей Родины. Говорит и показывает Москва Красная площадь. Поздравляю вас с 65-й годовщиной победы в Великой Отечественной войне. Во время объезда министром обороны парадного строя сводный военный оркестр московского гарнизона под управлением генерал-майора Валерия Ханилова исполняет 7 встречных матчей, 3 из которых принадлежат перу замечательного дирижера и композитора генерал-майора Семёна Чернецкого. ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА Здравствуйте, товарищи! Поздравляю вас с 65-й годовщиной победы в Великой Отечественной войне. Ура! Ура! Здравствуйте, товарищи! Поздравляю вас с 65-й годовщиной победы в Великой Отечественной войне! Великой Отечественной войны Сегодня в параде на Красной площади принимают участие более 11,5 тысяч военнослужащих. По возрожденной традиции парад будет состоять из трех частей. Продождение бежев парадных расчетов, боевой техники и пролета парадного строя авиации. Великой Отечественной войны Великой Отечественной войне! Ура! 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 Передовые офицеры, военнослужащие армии Великобритании, Соединенных Штатов Америки, Франции и Польши. Стран-участниц Содружества Независимых Государств. Многие из тех, кто стоит сейчас на Кремлевской площадке, имеют боевую опыт награждены орденами и медалями. Передовые офицеры, военнослужащие армии Великобритании, Соединенных Штатов Америки, Соединенных Штатов Америки. Товарищи верховные главнокомандующие, вооруженные силами Российской Федерации, войска Московского гарнизона в параду готовы, министр обороны Сергея Кобкина. Война! Дорогие ветераны, уважаемые граждане России, уважаемые зарубежные гости, товарищи солдаты и матросы, сержанты и старшины, товарищи офицеры, генералы и адмиралы. Поздравляю вас с юбилеем Великой Победы. 65 лет назад был разгромлен нацизм. Остановлена машина уничтожения целых народов. В нашей стране и всей Европе возвращен мир. Положен конец идеологии, разрушавшей основы цивилизации. Советский Союз принял на себя основной удар фашистов. Они бросили на Восточный фронт три четверти своих войск. Хотели испепелить нашу страну. Но встретили сопротивление. Беспримерное по мужеству и силе. Оборона Москвы и Ленинграда, Сталинградская битва, Курская дуга. Это не просто этапы той войны. Это кровь и слезы, горечь поражений и радость побед. Ранение и гибель боевых товарищей. И один выбор. Либо победить, либо стать рабами. Эта война сделала нас сильной нацией. Каждый день, каждый час, каждую минуту люди принимали решения. На полях сражений в тылу. И особую ответственность за судьбу страну наши ветераны пронесли через всю свою жизнь. Наши ветераны дали нам главное. Они завоевали нам свободу. Время имеет огромную власть. Но оно слабее человеческой памяти. Нашей слабой памяти. Мы никогда не забудем солдат, сражавшихся на фронтах. Женщин, заменивших мужчин на заводах. Детей, прошедших через немыслимые до их возраста испытания. Все они герои войны. В 45-м году была одержана не только военная, но и большая нравственная победа. Общая победа. За нее боролись все народы бывшего Союза СССР. Ее приближали наши союзники. И сегодня в торжественном параде вместе пройдут солдаты России, государства СНГ и стран антигитарской коалиции. Единый строй – свидетельство нашей общей готовности защищать мир, не допустить пересмотра итогов войны и не допустить новых трагедий. Война лишила жизни десятки миллионов людей. Граждан многих возрастов, многих стран, национальностей, вероисповеданий. В России практически в каждой семье есть тот, кто погиб или пропал без вести, кто умер от голода в балакаду, кого сожгли в пичах концлагерей. И с этим невозможно сбериться, невозможно забыть. Вечная им память. Уважаемые друзья, уроки Второй мировой призывают нас к солидарности. Мир по-прежнему хрупок. И мы обязаны помнить, войны не начинаются в одночасье. Село набирает силу, если перед ним отступают, стараются его не замечать. Только вместе мы сможем противостоять современным угрозам. Только на основе добрососедства решать проблемы глобальной безопасности, чтобы идеалы справедливости и добра торжествовали во всем мире. А жизнь будущих поколений была свободной и счастливой. Дорогие ветераны, 65 лет назад вы завоевали мир для нашей страны и для всей планеты. и дали нам саму возможность жить. Низкий вам поклон. С праздником вас! С днем великой победы! Слава победителям! Ура! 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 КОНЕЦ 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 Внимание! Говорит и показывает Нижний Новгород, площадь Минина и Пожарского. КОНЕЦ 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 Брат! Равняй! Вперед торжественному маршу! КОНЕЦ 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 Ворота! Ворота! На одного линейного дистанции! Рота барабанщиков прямо! Остальные направо! ВОООО!!! На плече! Чувак! Равнение направо! Шагаем! Марш! Парадные расчеты возглавляет совместитель командира 9-й отдельной местной мотострелковой бригады Болтовник Алексей Клоксов. В подводиции российских полугодов России военный фанат открывает барабанщики, задающиеся прокопсению военных числений. Над стольными колонами контактных фронтов где воевали нахожили Корейского, Рейн-Данского, Первого Прибалтийского, Первого, Второго, Третьего, Русского, Первого, Второго, Третьего, Четвертого, Рейхского. На площади боевые снарена соединений подгостного формирования, участвовавших в Великой Отечественной войне. 106-й отдельный стрелковый бригад, 137-й стрелковый вакуумской ордена Суворова дивизии, 238-й стрелковый Карачевской, распространенный Орденок Суворова дивизии, 279-й стрелковый Лисичанской ордена Боевого Красного знамени дивизии. Замыкает шествие старелок Рота почетного правила Трех пикал-пружоков силы Российской Федерации. Командир Роты, капитан Александр Николаев. Командир Роты, капитан Александр Николаев. Именно пехоту года войти правдовики с уважением именовали столица Валерия. Идут летчики, сталинские республики, о ботиках которых знает вся страна. Идут парики, отважные герои, проспанные врагом черной смертью. И в грозное посту память о грегорчанах, воевавших в годы Великой Отечественной войне на Северном, Балтийском и Черноморском плотах. На площади колонна от завожившего производства горьковского автозавода стилизованных представительные полуторки времен Валентин. Наши земельные ветераны, участники боев в Москва и Сталинградах, парада победы в далеком уже сару, пиадах, лучших геннадий Андреевич, занимавших участие в обороне Ленинград. За боевые заслуги был на граждан в орденном Отечественной войне на Устепине и 15 сентября. Исадов Михаил Кузьмин, Варяг Малутин, за двоянное, господин в граждан в орденном Отечественной войне на Устепине орденами наследствия. Продолжение следует...